22 сентября на Лобинском стадионе прошли соревнования по футболу на кубок главы Лобинского района. Восемь команд из нескольких муниципальных образований приехали на соревнования. Приветствовал участников Игорь Чигаев. Мы с вами являемся свидетелями небольшого такого, не глобального события, но в первой истории, насколько я помню, Лобинского района, что проводятся соревнования по футболу на кубок главы района. Это мы специально всей командой спорта делаем для вас, ребят, для того, чтобы у вас было больше возможности посоревноваться с друг с другом, не только между поселениями в Лобинском районе, но и соседними территориями, для того, чтобы появился дополнительный стимул. Большое футбольное поле разделили на две части, так что одновременно сразу четыре команды боролись за призы главы района. Первенство такого уровня проводится впервые. Идея принадлежала самим спортсменам, потому что мы регулярно проводим встречи со всеми жителями Лобинского района. И на одной из встреч со спортсменами они сказали о том, что недостаточно соревнований проводиться внутри мисполитета, с соседними территориями, для того, чтобы помериться силами, потянуть немножко свои возможности и более подготовлено участвовать уже потом в краевых и федеральных соревнованиях. Ну и мы вместе с активом спорта предложили такой грант, выделили из бюджета Лобинского района 300 тысяч рублей. Само управление физкультурой и спорта вместе с руководителями спортивной школы определили именно виды соревнований по каким направлениям. И в течение этого года проводим. Да, это не настолько масштабные, большие, но это первый такой опыт. И я обязательно уверен, что мы в следующий год продолжим данный вид соревнований и сделаем его уже более торжественным, более масштабным. Но самое главное, что у детей он востребован приезжает из соседних пунктов спальных образований, из соседних даже регионов нашей страны, для того, чтобы помериться силами. Мы надеемся, что Лобинский район, конечно же, победит. Но самое главное, что у молодежи есть возможность еще раз пороить себя в спорте и помериться силами со своими друзьями и коллегами с соседних территорий. Встали, быстрее! Давай, давай, разминаемся, Ваня! Из восьми две команды Лобинский. Пока идет разминка, перед ответственной игрой тренеры дают советы. Юные футболисты уже знакомы, они встречались ранее. Команды, у нас собрано восемь команд, сегодня будут участвовать. Команды все хорошего уровня, соперники достойные. И мы, хочу пожелать каждой команде удачи, пусть победит сильнейший. Ну, будем стараться, именно моя команда, вот желтая команда, Лоба называется, город Лобинск, мы будем биться, как сказать, до последнего. В Ярославске у Нарокова одна команда. Нас просто детей там мало. Вот одну команду мы сделали. Попал Николаевич с Ярославской, он на финале сейчас, среди 2006-2007. Это мы представляем Мостовской район. А основная команда, вот еще Андрей Николаевич Никулин. Ну, будем стараться, победить. Мы постоянно встречались и Куба губернатора, и первенства края. Всех знаем. Шутова, Сергея Васильевича, Андрея, Карагизяна. Всех мы знаем. Большакова. Общаемся, всегда встречаемся и товарищеские. Все проводят, у нас тоже соревнования проводятся постоянно. Помогают вот такие игры. Конечно, они общаются всегда, друзья же появляются новые. Это здорово. То, что игры за Куба главы района пройдут напряженно, стало ясно с первых минут. Команды действительно подобрали сильные. В основном играли футболисты 2008-2009 годов рождения. Сейчас мы играем с Мостовским. Как бы команда в Мостовском очень хорошая, солидная. У нас играют ребятки 9-10 год в основном, потому что, ну, как бы, восьмой год, скажем так, пока не успели мы немножко. Но, ничего, я думаю, если будут чаще проводиться такие соревнования, я думаю, что больше игр будет и больше практики игровой. Первое место заняла команда «Крепыш» из Новокубанска. На втором – «Самарянин» из Мостовского. И на третьем месте команда «Станицы Ярославской». Наши спортсмены оказались на четвертом месте. По итогам соревнований лучшим вратарем признан Кирилл Давыденко из Новокубанска. Лучший нападающий Никита Дядечкин из Ярославской. Лучший бомбардир Сергей Неродик из Новокубанска. И лучший защитник Станислав Солощук из поселка Мостовский.